День Победы Спасибо, Ринат. Сегодня в условиях чрезвычайного положения в стране, введенного карантина, многие конкурсы и олимпиады перешли в онлайн формат. Для кого-то это не в новинку, а для кого-то наоборот. Но дистанционный формат проведения дает возможность проявить креативность. Так сделал наш герой сюжета Азад Бусурманов. Азад Бусурманов – студент, поэзией занимается с 4 класса. Писать стихи начал на казахском языке. В то время, как вспоминает Азад, у него даже сборник был. Первое свое произведение он посвятил маме. В студенческое же время стихи перешли на более масштабные темы. Узнав о конкурсе, Азад решил, что здесь ему нужно показать свое отношение к тому тяжелому времени. Написав стихотворение, озвучив и собрав видеоряд совместно с одногруппницей, отправил заявку и опубликовал видео в Инстаграме. До Берлина шел и твой дед. От тебя волнует, как ты одет. Знаешь, им было все безразлично. Пуля у тебя в бедре или нет. Они не делали подвиги публично. Не постили каждый шаг в интернет. Их не волновало, что на обед. Ведь они делили на сто частей один хлеб. В стихотворении говорится об отважных солдатах, которые своим мужеством показывают пример. Произведение Азад демонстрирует не только свое отношение к той кровопролитной войне, но и дает посыл молодежи, что нужно ценить то, за что когда-то воевали прадеды. Хотелось бы, чтобы язык был понятен всем, особенно молодежи. Самое главное, чтобы посыл поняла молодежь, наша молодежь. Данный стих я посвятил к 75-летию Великой Отечественной войны. У нас, получается, мой дедушка, Бусурманов Дюсеш, он воевал, он дошел до Берлина и в Берлине получил пулевое ранение в бедро. И, соответственно, я там написал про это. Конкурс начался 14 апреля, продлится он до мая. Результаты будут известны ближе к памятной дате. Как оказалось, Азад стал первым участником конкурса. Сейчас продолжается прием заявок, осталось дождаться результатов. На этом у меня все. Ринат. Спасибо, Валерия. Я напомню, с нами на связи был наш корреспондент Валерий Степчук.